Welcome, 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 дорогие друзья, с вами Виви, и у нас что, чемпионат мира! Напоминаю, что у нас по два матча в одном видео, а то я уже увидел, как человек написал комментарий Виви, а где матчи бигов? Почему ты их не прокомментировал? Я все матчи прокомментировал, просто у меня матчи по две штуки в одном видосике И сейчас то же самое будет, мы будем смотреть матч Сайгонских Буффало против Латинской Америки Иссорус Гейминг А потом будем смотреть японцев против команды Чиф Матч за вылет с чемпионата мира, ну, больше на то похоже У Иссорусов ситуация, конечно, еще пока не такая плачевная, потому что они сыграли только одну партию, проиграли ее А, вот они, кстати, фанатиком проиграли, да Но выглядели вроде не настолько плохо, и у них драфт Бессмертный Гекарим Ого-го-го! Ничего себе! Я не знаю, чем эта игра закончилась Я предполагаю, что ее выиграла Сайгонская команда Потому что, ну, они на голову должны быть сильнее по рейтингу Иссорусом я ставил 4,5 После вчерашней их игры я бы им поставил 4 балла ровно Сайгонцы вчера выглядели неплохо Они выиграли свою партию не разгромом, но выглядели неплохо И цифру, наверное, я бы им спокойненько 6,5 оставил Ту, которую я и ставил Если я 6,5 им ставил Может, я им 6-ку ставил Но здесь есть Сёгон, ребят Сёгон, игрок, которому я ставлю спокойно 9 баллов А можно даже, наверное, 9,5 Среди всех адекерий чемпионата мира Вы понимаете, 9 баллов То есть он для меня, Сёгон, это уровень Дефта Это уровень Гала Ну или Гали, как мы его называем Потому что это очень сильный игрок Я до сих пор не понимаю, почему его не выкупила какая-нибудь топовая команда Сайгонцам нужно за него сидеть просто и держаться Потому что иначе он может случайно уйти в другой коллектив На MSI турнире Сёгон был один из лучших адекерий Пока не начал играть против сильнейших команд И он даже там сохранял свой титул лучшего адекерия Но, конечно, уже выиграть партию не мог И ему забирает Офелия от Рокса и Поппи То есть два танка под Офелия Неплохо, но нужно Орден Цензор Саппорта А здесь у нас дайверы через Хикарима, Калисту с кем-то И были забанены потенциальные усилители этих дайверов Это убрали Омому, убрали Орна Получили в лицо Банталия Такой Банталия мне не особо здесь нравится Просто, чтобы Хикарим в стан А, ну, кстати, не, неплохо Калистер же еще прыгает у нас постоянно И там Кенч, там Кенч, бан абсолютно правильно Появляется Сет против Отрокса Еще один дайвер, который будет закидывать танка Поппи в оппонентов Но появляется тут же Виктор И, наверное, самый адекватный вариант будет взять Трэша Потому что он будет останавливать в рыве Ну, либо Омому, ой, Омому этого, извините Маука, я их постоянно путаю Я обзор уже на две игры пропустил Получается, да Рената Ну, Рената тоже неплохо Наверное, она похуже будет Нежели Трэша и Маукай Дисангейдж ее Скорее построен на автоатаках оппонента А здесь автоатак-то не так много Просто будешь их отчармивать от себя Ну и последнего чемпиона добирает Это Зиллиан Саппорт Что? Не, погодите Это Зиллиан Это Зиллиан Топлейн Зиллиан Топлейн против Атрокса Сетом Саппортом И ЛБ на Мидлейне Если ЛБ на Мидлейне идея мне нравится Мы с вами видели, что ее часто пикают Но Зиллиан Саппорт Что это за странная идея? Галя на Ниле топово смотрелся Галя на Ниле Он не виноват Ему команда не смогла сделать нормальный драфт Ну ладно Мотаемся в игру Зиллиан на топе реально будет Закидывать Хасмеда заклинаниями И зарабатывать деньги И опять золота прилетело ему Ну, мне не нравится эта идея Это какая-то Ну, может, есть какой-то план по разгону Хикарима За счет ЛБ и Зиллиана Ну, тогда зачем вам Калисто На боте? Взяли бы Джина и все было бы зашибись Вроде как Калисто Получше бы выглядела Вместе с каким-нибудь танком на топе Джилли делает олым по таке Сразу же попытка убить таки Неудачная Но Сёгун жив, Сёгун флешит в автоатаке Килл Фёрст Блад уходит за Сёгуном И Сёгун дальше начинает работать под Джилли Таки подходит Кидает кушку Не попадает Джилли Джилли будет сейчас пытаться их достанет двоих Откратились и заклинания Да, откратились, но там Клинц Джилли зарабатывает убийство Открашивается и остается в живых Ассист Заработалась уже Калисто Тогда с горем пополам Можно считать это неплохим моментиком И решает Сёгун реколиться Или остаться У него такой дилеммный момент Сейчас, потому что Реколиться ему незачем Даже учитывая, что он килл заработал Он здесь Грейл Делает улын Сразу же на первом уровне По Фроге И Фроге погибает Что началось-то Вьетнам с Латинской Америкой Решили играть в открытый хоккей Будем забивать как можно больше шайб Друг другу А что там с Крипом творится, ребят? Там Крип тупит Вот это ловушка просто На тебе по лицу Бэм, бэм, бэм Бэм И когда Крип подошел Он красиво застанел через Крипа от Джилли Но не хватило дэмэджа Представляете, если бы здесь сейчас хватило дэмэджа А ничего бы не поменялось на самом деле Сёган бы все равно убил Просто скорее всего Джилли бы еще мог Сёгана побить А у нас здесь Опять станд Бэнджи Бэнджи оказывается в чужом лесу Его пытается убить Он убегает за счет фейз-раша Хикарим его не догоняет А в этот момент На боте По фарму Калиста сильно проседает Потому что она одна осталась против Дэй Так как саппорту пришлось помогать Своему леснику 1-2 Счет так и сохраняется Перемотаем чуть вперед АДД на своей линии Показывает Демонстрирует Я бы даже так сказал Преимущество Зеленодальнобойного Стяжечка Ну как красиво Джилли На эту стяжечку Нажимает свою W И наносит больше урона По оппонентам Чем они по нему Потому что им пришлось По счету наносить урон А кто потом Может купить Сёгана Корея нет Китая нет Вот если бы уничтожили Какую-нибудь команду Из Европы или Америки Да вообще Корейцы тоже могут Купить себе Сёгана И китайцы Почему нет Счет взял Что они не могут Купить себе Сёгуна Ребят Я еще раз говорю Это игрок уровня Ну на данный момент У него Вот в этом году И если в этом турнире То же самое продолжится Его уровень Это сразу 9 баллов Ему ничего учить не надо Это уровень Гумаюши Это уровень Гали Апсет Маленький ребенок По сравнению с Сёгуном Сёгун Кил Нет его стянул Джилли спас Но правда у Джилли Теперь проблемы Джилли пытается выиграть время Через W Наносит много урона Автоатаку Еще одну не успевает Отдать Может быть тогда бы Игнатик Дожег бы Его Но 2 кила уже У Сёгуна На линии Дж2 почему нет Ну да Нет Я же говорю Фактически Его можно Закидывать Практически В любую команду В любую команду Чемпионата мира И будет все хорошо Он очень хорошо играет Сёгун Это просто звезда Такое своеобразное открытие Понятное дело Что здесь Тема идет Вьетнама У Вьетнама Есть Лимитные визы Для Европы Не знаю Что там у них По визам В Китае В Корею Рабочим В Америку У них есть Рабочая виза Насколько мне известно С Вьетнамом США Всё ещё Может уже сейчас не так Надо по политике Посмотреть Но они хорошо сотрудничают И вьетнамские игроки Попадали в Америку Уже играли То есть американский Регион Наверное любая команда Может его взять Абсолютно любая Пока я тут рассказывал У нас АДД Решил побычить Но Получится ли у него Нормально Он забайтил У него получилось Он взрывает Бенжи Цепляется за Хасмеда Но Хасмед Через стеночку перепрыгивает Языковые барьеры Для АДКер Это не особо важно И Это правда То есть АДКер Языковой барьер Он не настолько страшен А визовые проблемы Тут вот Какой регион Мы точно знаем Что с регионом Вьетнама Нет проблем У Америки Это ещё один килл Что происходит Как они это сделали Да А пока я всё рассказывал Видите Линия на боте Вроде выровнялась Ну Два килла Отдали По факту Большого там перевеса нет 30 фарма На два килла Точнее 30 фарма Два килла На 30 фарма Один ассист А вот на топе 34 фарма Два убийства И там 800 золота преимущества Ну ладно 800 золота преимущества И на боте Сейчас здесь Один у нас Гавота стоит Пока мучается Просто обычное легионерство Команда не любит брать Потому что вы лишаете себя Возможности взять Какого-нибудь сильного китайца Или сильного Корейского игрока А здесь Когда у тебя Уже точно будет сильный игрок Это как Леви брать Леви Кто не помнит Тоже проезжал И играл в чемпионате Америки Правда он Из академии Так и не вылез Я не помню Он сыграл Хоть раз В Ставарах Но это было связано С тем Что там конфликт Начался именно В тот момент У Ставаров Кто не в курсе Из команды Гигабит Маринс Леви приезжал в Америку И его Купила команда Ставаров Заплатила довольно Большие деньги За то Чтобы выкупить его Из команды Гигабит Маринс Но в этот же момент У команды Ставаров Произошел конфликт И у них была Смена руководства Уууу Джелли не смог Добить Таки Через флеш Кто-то уходит в сторону И Джелли Теперь небольшая проблема Ему бы самому Отсюда уйти в живых Сёгун не успевает Его добить У него худшее оружие Было для комбинаций Игроки Поэтому спокойненько ушли Он флешится вперед Дает ульту Не попадает Но он знал Что если флешится вперед Он отойдет далеко от вышки И сможет по Джелли Стрелять Что он в общем-то и делает И становится 3-0 Уже в этой партии А Бенжи Ускоряется Ищет Калисту Не находит ее в этих кустах Расстраивается Идет дальше Говорят Все же играл-играл Леви в основе А ну вот Просто там была Я опять паузу нажму Чтобы не пересекаться С матчем Добью мысль Человек приезжает И почти 5 месяцев Играет в Академию И при этом Он спрашивает У менеджеров А что я не играю Ты в основе Я же лучше играю А они говорят Что у нас здесь Маленькие проблемы И тот кто хотел Тебя И он тебя купил Он больше не главный тренер А тот кто сейчас Главный тренер У него свои Есть интересы Ну и там Свои интересы Имеется ввиду Что он Своих игроков Прокидывал в основной состав Ну и вот эта вот тема Со Ставарами Длилась почти 2 года Сейчас у Ставаров Наконец-то все Нормализовалось Главные тренера У них там 3 штуки теперь Один из которых Как раз таки Корейский комментатор Бывший корейский комментатор Блин как его Папа Смити Папа Смити Он сейчас является Ставарами Главным тренером Ну не главным Один из Рипера еще там И у них все нормально Они уже сговорились Все четко теперь работают Ну рипера вы сами Знаете Как он команду Клауд Найн Поднимал Так у нас здесь Товердайв По Хасмеду идет Есть у Зеленого Ульта Конечно же Он ее нажимает В последнюю секунду Дожидался красивенько Но Хасмед Довольно много урона Теперь по АДД наносит Убивает его И вот этот Товердайв Крайне странно Еще и шишку Неудачно Грелл выбивает И скорее всего Хасмед его тоже будет убивать Через стеночку Сейчас прыгнет Но там ускорение За ним Повторное ускорение Тут Виктор С лазером своим А где лазер-то? Лазер Нет что ли? Вот он лазер АДД крайне расстроен Потому что Ему казалось Что им хватит урона Чтобы убить от Рокса Им бы хватило урона Только он умер 5-4 По золоту вышли вперед Команда Сайгонцев Да И проблема то Что у них На ботлейне Еще есть колоссальный перевес Попытка опять поймать Сегуна Спрайта вон Клинсом снимает ССС эффект Не хватает джели урона Он всего лишь четвертый уровень А там Сегун уже шестой Гатака Гавота Извините Тоже всего лишь пятый уровень Тем временем Поппи здесь встречается Куда-то дает ульту Каким-то невероятным образом Выкидывает именно ЛБ Бенжин пошла ульта От Грэла Достает он до него Но опять здесь Хасмет И опять у него У Хасмеда все хорошо Пытается убить Грэла Нет ульты у АДД Но Хасмет этого не знает Поэтому аккуратненько отходит А вот АДД Неаккуратненько играет И залезает Прям в купол Прододиссея подходит На цепь сажает Хасмет Но этого не хватает 6-5 счет И каждое сражение Я вижу все больше и больше Отдаляет команду Из Росгейминг От равной игры Потому что еще до вот этого момента Было всего лишь Тысяча золота Теперь уже Две тысячи золота Да Экшена много Но не Нехорошего Почему Атрокса не банят? Он же поломанный На простейне нет Прошу прощения На простейне нет И против него есть много Контрпиков И люди этим спокойно пользуются А кому Геральтка досталась? А Поппи досталась Она ее подняла А ультой попала В ЛБ Забавно Забавно Поппи еще с Геральткой Кстати Хоть она и 0-2 Сможет куда-нибудь Бенжи ее вытащить Ну ему надо сейчас Наверное Атроксу дать жизни Может быть стоит Как раз к Атроксу прийти Но он хочет именно Сегуна Видите Сломать эту вышку Забрать дракона Инициация Бенжи Ну ладно За счет фейз раша Просто сделал врыв Подамажил немного В итоге у Атрокса Даже больше денег Чем у любого другого Игрока на карте Потому что ему Два шатдауна Неплохих таких Влепили И ассист Он проигрывает Конечно Все еще Сегуну Ну у того Так вообще 97 фарма 3-0 И пластины Сражение Между Саппортами Лесными Побеждает Бенжи Грелла Расстроенный Уходит Инициация Опять стан Красивый Ульта Ну все Сегуну убьют Наконец-то Наконец-то Убили И вопрос был Сейчас конечно же Кренате Где она была Чем она занималась Зачем она вообще Отошла Заработали Сегуну расстроился Потому что он тоже Не совсем понял Куда делась его Рената Ну и красиво сыграл Джелли Цепанул Цепанул он Его Здесь А у нас тавар дайв Сэй вместе с Греллом Организуют по хасмеду Если смогут еще И этого убить Смогут отыграть еще Отставание по золоту Прыжочек На цепь сажают Ульта Фер Грелл будет умирать Но спокойно Зеленому даст Вторую жизнь И выровнялись по золоту Выровнялись Сет не так плохо Да сет Джелли Работает Неплохо Еще и пластину сняли Да Полностью выровнялись По золоту Сет на мидлейне Делает стяжечку Попадает Под ульту На свой дабл Зачищает крипов И не отдает Много пластин Фроги И Бенжи Но правда Бенжи может вызвать Геральт Куда-то Надо делать Остальные игроки Потому что Исерус гейминг Слишком далеко отсюда И вот та самая Геральт Тот самый объект Который он тогда забрал Все же таки Приносит Свои дивиденды И снова Сайгонцы Выходят перед По золоту Крупненько Как раз Страдал вчера Против Атрокса Его лес 3.11 Мид 4.16 Атрокса 1.5 Спокойно Товер давит Не Ну это Солокушная тема Здесь Такого нет Забрали дракона Команда Не Сайгонцы Не забрали дракона Начали его делать Перемотал Потому что Они его забрали Они Просто Походили Вот теперь Они начали его делать И до конца уже Да Вот теперь Забрали дракона А у нас Сейчас Назад вернуть Что здесь происходит Ульта по Бенжи Бенжи стягивает На себя Куча народу Оппонентов Пошла ульта атаки Не очень удачная Здесь Фроги Не знает Что его команда Уже ошиблась В сражении Правда Фроги смог Как-то Вывести эту битву В плюс себе И он Разменял Флэш на флэш Ситуацию Неплохо Джелли Цепляется За двух игроков Которые решили Пинкварт выбить Гавота Также рядом Поппи будет давать Сейчас ульту Выкидывает Именно Калисту У Хасмеда Есть желание Убить Грэла У него Это получается Но килл достается Офелию Но дальше Хасмед гонится За Сеи Сеи отпрыгнет Не понимаю Почему Атрокс Не в бане А Седжи В пермобане Потому что Седжи в тимфайде Гораздо больше Выдает Чем Атрокс Атрокс Единственное Это то что На линии Он немножко Может подоминировать Ну вот он Доминировал И доминировал Смотри У Зелена Столько жил золота Сколько у него Уже Вот сейчас Потому что Зелена сломал Пластины И снял шатдаун Вот что Сегуном делает Ребят 131 фарма 4-1 И он еще Играет на Афеле Который в лейтгейм Скелется А Калисто Должна его Вроде как Доминировать На этой линии Но у него Ничего не получилось Так это повтор Нам показывает Перемотаем его Бенжи Попытался еще раз Забрать Геральтку Но опять Попадает в битву Пытается как-то Через фейзрашу Бежать У него заканчивается Ускорение Его добивает Зелен автоатакой И теперь уже Они будут забирать Этот объект Сей даже перепрыгнул Чтобы устраивать Ловушку от Рокса Который будет там Фейсчекать Кустики А в этот момент Офелий пытается Сломать быстро Вышку на мидлайне Калисто Ему не может Никак в этом процессе Помешать Он покидал парочку Заклинаний Но он спокойненько От них задошел А что же Грел делает Грел сделал инициацию Получил много Ударов в лицо И приходится ему Отходить Теперь они уже О Геральтке Наверное даже думать Не будут Очень битая команда Исерус гейминг Но они все на вардах И это означает Что сайгонцы Могут их не отпускать Даже сейчас Не давая сбекаться Затягивая время Пока не появится Поппини Так и не попал Заклинания Дед с конем Догнали Поппи Да Но конь вообще Очень слабо В этой партии играет Он постоянно разгоняется И цель его разгона Не совсем не ясна Вбегает в оппонентов Очень часто Просто так Старт Геральтке Конь возвращается Не успевает Они уже никак забрать Джелли теряет Много здоровья Но надо как-то Попытаться Тогда не пустить К вышке на мидлейн И забрать Может быть Ее в ответ За это Да Они даже Это не смогли сделать И вышку еще На топе потеряли Да Что-то поплыли Исерусы По макро игре Поплыли А Фили Как только пришел К своей команде Сразу начал Зарабатывать Тонну золота Кхм 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 Это в этой игре У него игра Не пошла Возможно Вызов Подожди Это что за вызов Геральтки на мид А их окружили Вызов Вызов Это был неплохой Их просто окружили Грелл пытается Разогнаться И ворваться Но потом решают Они все же Просто убить Геральтку Которая была вызвана Не самым лучшим образом И 4 игрока Команды Сайгон Буффало Потеряли Один маленький Объектик Но У них на топе Атрокс Все это время Пушит линию Это значит Зелен не фармится Это значит Что Атрокс Может еще и вышку Там сломает Еще больше Выйдет вперед По золоту Потому что ему 550 золота Достанется За убийство этой вышки Там Грелл Стартует дракона Выманивает его Как раз таки На краба Получает чуть больше Урона от этого И разменивают они Дракона на вышку На топе Идея неплохая Была бы Если бы Не Отсутствие Танка инициатора Теперь получается Что Зелен Вообще Мусор 137 фарма У него Минус 40 фарма От Атрокса И выглядит Как Невыигрываемая Уже игра Большое отставание По золоту На индивидуальных Точках Вот если бы У них был Грейс В лесу Вот серьезно Был бы Грейс В лесу Я бы Наверное Еще мог В это поверить Просто Хикарим Он не настолько Силен Чтобы в одиночку Выиграть игру Из той ситуации В которую они попали Даже учитывая Что у него 121 фарма А вот Грейс При таких же Условиях Он реально Мог бы быть Опасным Под вторым Саппортом Зилианом Потому что Пришлось бы Покупать Кучу Кучу физической Защиты Против Грейса И при этом Нельзя забывать Что есть еще ЛБ И есть еще Зилиан А здесь Культу Ни на кого Знаменитые Изделенные Из моего Солоку И все Как бы 119 Да Все Чтобы они Победили Им нужно было 9 кат А не Где там писал 4 5 А я думал 4 плюс 5 4-5 тысяч Преимущества Нужно было Им иметь Ну да Подожди А как это здесь Произошло Это Рената Сцепила Да Лол Это Рената А не Он на самом деле Мог отпрыгнуть У Сейта Тонна времени Было отпрыгнуть Назад Я не знаю Чего Он не отпрыгнул Дедушка старый Да Зелин не успевает Кнопочки понажимать Ну и все И вот эти вот Качели Золота Шли только Первые 10 минут А потом Даже первые 8 минут А потом Все в одну сторону Все пошло Зелиновская ульта Она для Зелинов Она поэтому Зелиновская и называется Точно Чего я не подумал Так раньше Пошла ульта Кстати Они на Шора Не забрали Я не знаю Зелин как-то им Помешал на Шора Забрать Он там ТП нажал Так что Сайгонцы Могли Мне кажется Еще и на Шора Себе Урвать После этой битвы Но они Некоторым вроде Пожалели соперника И пять с половиной тысяч Только преимущество Так сказать С этим преимуществом Еще можно играть Бенжи Идет фасчекать Висея Висея видит его Сажает на цепь И все И отступает По драконам Было бы у них Три дракона Сейчас у Иссорусов В 25 минуте Вполне может быть Три дракона Можно было бы тоже Как-то еще подумать О какой-то Маленькой победке А так Ничего здесь Этого нет Ловят Сегун АДД Станет Но тут правда Ускоряется Отбегает в сторону Находит здесь печеньки Начинает их жиракать Но его просветили Хасмет будет со спины Заходить Ну что дракон Океанический Много лазер Наносят урона Тут Виктор Который Реально пытается Дэмэдж наносить Грал потерял Тоже тонну здоровья В этот момент Джелли сражается Один на один С Хасметом Он девятый уровень Хасмет Четырнадцатый Ульта Сегун Но ничего На ней не нажимает Нет нажимается уже Удар И это не добивает Аддд Аддд Потратил на себя Ульту Все же умирает Ну и он начинает Работать уже Офелий Офелий Да Слишком много дэмэджа Еще и Сею находит Убивает его Да А там Хасмет Догоняет Аддд Нет Бенжи догоняет Аддд Добивает его Не Ну это уже Была не битва Ребята Они просто уже Прикалывались Попытка убить Удачная Хоть один килл назад Отыграли Представляете Они все это время Отступали Даже урон не наносили Гляньте На количество урона Наверху Написано А почему Виктору пишет Ноль урона Нет Какой-то неправильный Таймер И здесь Это реально Неправильный Таймер Потому что Виктора Лазера Они почему-то Не учитывают Ну как бы Все равно Урон Виден Но Не то Не те цифры Которые хотелось бы Потому что Виктор вообще-то Где-то около Тысячи нанес Своими лазерами Он же постоянно Их харасил Я думаю Что они Вот Даже не с этого момента А гораздо позже Начали отсчет Стартуют драконы Ой, извините На шора Сегунцы Зелен Бомбочками Разбрасывается Так и зачем-то Сбивает Щиток с фроги Сам подойдя К нему Улетел Сегуна Врыв Не очень удачный Калиста Правда Вытаскивает Из беды Потому что Пошла ульта Рената Какая-то Вдоль стены Но она Хоть кого-то Задела Еще на попытку Бить Неудачно Даблкил За хасмедом И АДД Тоже Погибает О АЛБ у нас Жива И решает Просто полететь Фармиться Ну Видимо Это все Вышку Сломал Грел Отступает Такое чисто Читерное А что у нас Произошло Давайте еще раз Смотрите Флэш Стан не сработал Ульта Которая утягивает Игрока не туда И Хикарим Улетел тоже Через ульту Но уже попи Ой Пока мы с вами Повтор там Битва Начинается Хикарим Сделал инициацию В хасмеда Попи Выкидывает Одного из игроков Подходит Таки Начинает Щеточки Раздавать Своей команде Секом Подходит Начинает Уже Наносить Урон И он Убивает Первого игрока Второго Убивает Атрокс И Все Уже 13 тысяч Перевеса Ух Был бы Немножко Сармором Бенжи Можно было бы Наверное Его сейчас Как-то Раздолбать Но у него Куча Магической Защиты Ибо ему Не нужно Собирать Физическую Защиту Так как У соперников Просто нет Урона Который Может До него Добраться База Начинает Разваливаться На шорб Афта Имеется Хасмет Прыгает Вперед Хочет Всем Показать На что Он Способен На своем Атроксе И что Он Не боится Этих Этих Ваших Латиносов Которые Придумывают Странные Драфты Через Зелен На Топе Не знаю Зачем Придумывать Было Здесь Что-то Все Огон Начинает Бить Грэла Его Пытается Ворваться Подкидывание Делают Дабл Но он Ускакивает В другую Сторон Делает Первый удар Второй удар Неплохо Пошло Погодите Пента Пентакил Какого хрена Они так много Пентакилов Делают На этом Чемпионате Мира Нет Знаете Что Ребят Это Не они Делают Много Пентакилов Это Гребаные Исурасы Отдают Пентакилы Вчера Тоже Исурасы Отдали Пентакил И тоже В финальном Сражении Я же правильно Помню Они против Фанатиков Играли И отдали Пентакил Калисти А сегодня Они отдали Пентакил Сайгон С Буффало Это команда Которая Не хочет Играть Она хочет Отдавать Пентакилы Они поставили На кучу Пентакилов Оппонентов Но они же были Или кто-то другой Мне кажется Они все же Там были Но это Не имело Уже Значения Конечно же Это имеет Значение Для Пикзема Пикзема И в Пикземе Как раз таки У меня стояло Просто Пентакилы 1-2 И вот сейчас 2 уже есть Как бы Турниру еще Играться 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 Турниру еще Играться 16 дней Игровых По 8 игр в день Видел на тебя Видел на тебя Видео сняли С разбором полетов Нормально Ты конечно Попал Жаль Жаль Турнирую Играть 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 слова и будет получаться идем дальше детальше фокус не против чифов а матч за звание вылета чемпионата мира если японцы проигрывают они скорее всего точно уже вылетает потому что у них останутся только матч против лидеров им еще играть в этой группе они уже в группе quit an action уже в группе с фанатиком явол джиннисов и все верно чифы уже играли одну партию против и волджиницев и проиграли против и волджиницев свою партию но выглядели как и все остальные команды против и волджиницев и против команды фнк выглядели неплохо то есть просто здесь непонятно titanation и сегодня чуть было их даже не победили ну первые 15 минут лидировать это еще не победить но все равно это хорошо минус кейтлин минус лб наконец-то я буду теперь всегда радоваться, когда будет бан ЛБ происходить. Забирает Хикарима. Получает в лицо Азира. Ой, извините. Забирает Хикарима. Получает в лицо Атрокса с Вуконгом. Вполне нормальный драфт, учитывая, что Атрокс один из первых чемпионов, который пикается. Детонейшн забирает себе за это все Калисту. Ой, Калисту. Кайсу я уже заговариваюсь. И Азира. И получает вот здесь уже в лицо Серафину. Интересно, какую позицию. Я бы хотел, чтобы Серафима пошла на позицию мидлейн, ребят. Чтобы у нас появился шанс догнать Маукая. По статистике. Потому что я в пикзем ставил, что Серафима будет сыграно на трех разных линиях. Ну или больше. Но в итоге мы получили пока с вами Зиллиана потенциально, который может сыгран быть на трех позициях. Зиллиан саппорт, Зиллиан мидлейн, Зиллиан топлейн. Потому что Зиллиан топлейн был сыгран. На остальных позициях Зиллиан пока еще не игрался. Но вероятность остается очень высокой. Потому что реже всего мы его должны были увидеть на топе. А вот Маукай уже три позиции разных сыграл. За два первых дня. Но с Маукай нету, да? Маукай, значит, скорее всего сейчас появится. Так, это Серафима. Либо саппорт, это тоже хорошо. Либо Серафима на роли мидлейнера. Талии мог ее спокойно взять. Кеном появляется у нас вместе с Рел. Ой, какой драфт у японцев! Какой драфт у японцев! Мне нравится. И здесь Райкан. Вот это будет мясо сейчас, ребята. Вот это хорошая будет игра. Здесь либо одна команда просто будет стомпить в 25 ноль. Либо другая команда в 25 ноль. Посмотрите, сколько дайверов, сколько усилений есть с каждой стороны. Просто жесть. Два коня! Это же комбинация двух коней. Шахматная терминология. А с этой стороны два слона. Да ладно, тут нет слонов. К сожалению. Тут сплошные ладии, наверное, у команды Чиф. Хотя под слонами можно здесь подразумевать от Рокса из-за мобильности. Но два коня просто два настоящих коня. И это, кстати, ну, шутки в сторону, но действительно очень сильная комбинация Хикарим плюс Рел. Потому что Рел накидывает на него свою пассивку. И после врыва Хикарима вы попадаете в фир на 2.25 секунды. А потом попадаете еще в стан, идущий от Рел. А потом еще Рел сверху на вас напрыгивает. Вы реально можете почти до 5 секунд просидеть в стане, ничего так и не сделав. Спойлер. Фанатики идут 3-0. Это не спойлер. Мы сегодня уже фанатиков посмотрели. Так что это не спойлер. Так, у нас здесь маленький разменщик, но Харп дальше дамажить не может, конечно же. И пытается Райя с Ютапона здесь побить, но прокается пассивочка. Еще раз конь делает врыв, но уже не достает с подкидыванием. Надо опять Харпу отходить. Спойлер. В этом году будет новая скина на Фанатик. А-а-а. Ну-ну. По такой игре, которую я вижу сейчас от команды ФНК и от команды Evil Genius, им бы хорошо просто выйти из плейн-стадии. Вот реально. Если DragonX, ладно, мы их еще не увидели на фоне других команд DragonX и Royal Never Give Up, но по их просто игре собственно друг против друга я увидел там реальный стиль игры. Там идея. И они должны вроде как стомпить все остальные команды с такой игрой. А то эти еле-еле справляются со всеми. Друг с другом еще уныло сыграли. В общем, сплошные проблемы. Будет ли ферзблад для японцев? Кстати, я уже болею просто за то, чтобы были ферзблады у японцев, хотя я поставил ферзблад за ВМ. Соответственно, за команду Royal Never Give Up. Но Стила, напоминаю, ребят, у него статистика уже к этим двум играм стопроцентная. Два ферзблада за ним и, соответственно, два ферзблада за команду Японии. Артур выскакивает. Попытка убить ее топону. Он тут же отлаживается. Харпа не достать. А Хикарим у нас пока просто фармится. Навуконг уже организовал первый выход на ганг. Но ему надо сейчас возвращаться на синий баф. Успеет ли он после этого синего бафа вернуться на краба? Непонятно. Кенон топ давно не видел. Но сегодня уже это третий Кенон, по-моему, да? У нас Еви был на Кеноне тоже. Очень хорошо отыграл. Тоже против Атрокса. Стил все это дело видит. Дает просветку. Увидит первый вард. Потом увидит второй вард. Он, кстати, оба сразу увидел варда. Но решил на тот уже не идти. И на краба решил тоже не идти. Потому что его команда не может подключиться нормально к этому сражению. И Стил отправляется на фарм. Странно. Мне кажется, они могли здесь повоевать. Но чуть больше крипов было в сторону команды Detonation Focus Me. Поэтому решили отойти. Тем временем Еви, который сегодня победил, как мне кажется, Атрокса на топе. Но потом его просто забобесители Адова. Втроем, вчетвером. Хочет еще попытаться победить и Тапуна на его от Рокси. У Харпа большие неприятности. Но он отфлэшивается. Остается уже выход. Тут конь! Конь выскакивает! Если Ферсблад будет за японцами, это оно! Но нет, никакого Ферсблада не будет. Слишком много ХП у ребят из команды Чиф. Любить их не получается. Тут же накрутка. Да, у меня на самом деле все накручивается. У меня вообще нет ни одного зрителя. Вы чего? СТЛ, Попытка разгона неудачная. Неудачная. У меня нет ни одного моего настоящего зрителя. И еще я самодонатами занимаюсь. А еще я всем говорю, что у меня 26 сантиметров, но на самом деле я женщина. Что еще? Какие еще инфы? Ладно, не вышло. Не вышло. Все же стилу заработаете. Заработать круг почета скиллом. Сбекался, он купил ботинки и отправился на второго краба, которого так до сих пор никто не скинул. забирал. Райс, ты реколиться будешь или что? Что делать? Так, Райс решил остаться под вышкой. Идея неплохая, только есть другая проблема. Он с этими крипами-то справится, а потом он не успеет вовремя прийти, и линия будет зафрижена. Если бы он сейчас реколился вместе с Райканом, он бы потерял просто три крипа, успел бы прийти на оставшихся. Посмотрите, где Райкан находится. Вот он бы примерно вот в этот же момент бы уже возвращался. Но тогда бы смог сам зафрижет линию. Перекличка бота в чате. Надо бы организовать. Как думаешь, хорошей ли идеей было выбрать Орна на самый высокий винрейт в Пикзэм? Я Орна выбрал? Я не помню, кого я выбрал на самый высокий винрейт. Подождите, а кого я выбрал на самый... Я паузу нажму еще раз. Кого я выбрал на самый высокий винрейт? Я честно не помню. Потому что это было пальцем, как я помню, что я пошутил, пальцем в жопу это будет вариант. Но типа пальцем в небо только перефразировал. Потому что это может быть абсолютно любой чемпион. И я не помню, кого я выбрал. А, ты выбрал Орна? Но думаю не лучший вариант. Орна, скорее всего, на высоком элле вот сейчас, когда они плейн стадию проскочат, начнут чаще играть. И там будет у него 50 на 50 победы. И это испортит им винрейт. А кого я выбрал? Галя? Причем здесь Галя? Там чемпиона надо было выбрать. Причем здесь Галя? Чего ты все Галю пишешь? Да не хакеров. У него все Галя, Галя, Галя. Галя был лучше КДА. Это да. Я думал его выбрать в лучшем КДА. Потом передумал. Потом снова решил. Я уже не помню на чем я остановился. Александру вроде. Да, я точно. Я сказал, что ЛБ будут пикать. Против ЛБ найдут контрпик Александру. И она скорее всего выиграет парочку игр ключевых. И этого хватит. Ее точно будут брать в контрпик. Мы же шли по логике. Чемпион будет точно пикнут в контрпик. И он точно должен выиграть. Кто это лучший чемпион? Ну вот кроме Александры против ЛБ я ничего не нашел. Но еще Талия я думал. Но Талия не так много контрпиков здесь может появиться. Точно. Да, да. Лиссандра это была. Я еще Зелена думал. Но Зелена я сказал, что там всего две команды будут играть на чемпионате. Еще не факт, что они выиграют. Опа! Хороший стан. Появляется здесь еще врывчик от силы. Но силы нет. Манда продолжит эту битву. Нет! Это фирсблант не японцам! Хотя какая разница. Ну это пасут. Хотя Артура можно добить. Артура бить Алладориком. Много урона заходит. Как же много. Ютапунчик бьет. Прокает пассивку. Райс остался с малоздоровья. И тут Талия выходит. Талия прекрати быть таким хорошим. Но не попадает первым заклинанием. Не попадает вторым заклинанием. Не попадает третьим заклинанием. Талия просто выйди из игры нахер. Что это? Он не попадает ультой. Нет! Нет! Это просто что это такое? Азир появляется. Убивает первого игрока убивает второго игрока убивает третьего игрока. Японцы переворачивают ход этой битвы. Но Талия ты что только что наделал? Ребят мне кажется даже в моем салуку настолько хреново не играют на Серафине. Ёпсель мопсель что это было? Следите повтор ребят. Просто сейчас ну подожди давайте стил тут мстить пошел. А? Куда? Что? Как ты пробежал мимо? А он побоялся в Кенона закидывать от Рокса я понял. Он хотел в Кенона его закинуть потом понял что если закинуть в Кенона возможно тот сразу его убьет. Так что лучше не делать так. И оттолкнул в другую сторону. За счет ульты добили. 5-1 Японцы плюс 3000. А теперь смотрим повтор. Начинается все с 3 на 3 битвы это нас не интересует. И вот сейчас подходит ребят Талия. Он видите уже начал смещаться по миникарте. Видно как он смещается на эту битву. Довольно быстро мчится сюда. Видимо потратил там W чтобы ускориться. И уже подходит сюда со стаками. То есть ему попади с закляданиями все будет зашибеть. И начинается Кушка мимо. Дальше идет Алладорика врыв мимо. Дальше идет Ешка Талий мимо. Он дает автоатаки но у него нет пассивки потому что он не попал ни разу. У него нет пассивки он просто не наносит никакого урона. Его цепляют он отфлешивается тут же кидает ульту но мимо. Нажимает W вот сейчас усиливая себя а не подождите он не попал и дальше стоп-стоп-стоп-стоп он после ульты кидает Кушку не попадает ей но попадает в Харпа не в Ютопоно тоже попадает ладно не будем врать но кидает Ешку не попадает ей но это уже не имело значения они все равно умерли. А что он W не нажал? Подсказывает мне Фокс Норд что Пенту сделали на Чифок фанатике а на Чифок сделали я что-то думал что они на Исоросах сделали на Чифок спасибо спасибо за подсказку за подсказку спасибо ну тогда ладно я что-то вот реально у меня отложилось что Исорос сегодня Пенту отдали и возможно и там же тоже была Пента сделана ой грустненько грустненько ну я по поводу того как Чифы играют не ну Чифы они должны быть уровня как раз Латинской Америки Исоросов и бразильцев но бразильцы уже показали уровень бразильцы победили японцев в своей очной встрече это крайне важно А Исорос вообще в другой же группе да получается или читать туплю нет почему почему в другой группе а ну да в другой группе там же Сайгон при флэше тогда сдал как раз вэшку Талли ну ну тут я думаю можно уже чуть ли сидеть не в стопроцентной перемотке ребят инициация харп делает первую стяжку вторую стяжку подходит Хикарим ульта ну эр нажми че они меня не слышат да увк дает 20 секунд ну да если он ее тратил чтобы добежать до линии до сюда то как раз половину сражения у него не могло ее быть будет больше 10 пент это значит общий уровень игры повысился или наоборот понизился я думаю общий килл потенциал пенты повысился вот скорее так думаю с уровнем игры это никак не связано потому что слабые команды были и раньше а вот просто килл потенциал для декери стал гораздо выше аккуратно аккуратнечают японцы они могли сейчас попытаться сделать тавер дайв я думаю любая корейская китайская да и возможно и вилджинес с фанатиками бы сделали потому что у них уверенности чуть больше у японцев здесь не было уверенности и понятное дело их уверенность пошатнулась после 0-2 и при этом 0-2 против команды аутсайдера то есть вы проиграли аутсайдером бразильцем и сразу же ваша уверенность пошатнулась вам нужна победа над чифами 100% и дальше смотреть где вы можете еще очко заработать потому что с таким все равно результатом с одной победой победы над чифами они только лишь претендуют на 5 место в группе из 6 команд инициации он тут же отфлешивается врыв в контр хороший от харпа врыв делает стил ждет пока экзот с него снимется сейчас надо ульту нажимать но он туда этого не делает а не подожди он ульту потратил даже не заметил не не он уже тратил прошу прощения я что-то даже не заметил куда он ее дал видимо во время экзоста в чемпионате мира нет слабых команд кроме СКТ очевидно всего лишь четырехкратные чемпионы мира опа топун а еще Еви а как ты начал проигрывать топун как будто кстати там не было никаких сражений 2 на 2 на топе был один килл где Еви вместе с Атроксом убили топуна если в предыдущей игре он реально Атрокса побеждал потом начал проигрывать дизаганков то сейчас что он начал проигрывать линию эту не ясно ой а че такое это вуконг в чужом лесу вот я вижу по мини-карте его тут же поймали цепанули и убили да непонятно куда убегать никуда кони просто его добегирует врыв идет от Рейкона ульта неплохо но тут подойдет сейчас Йохаранг многое исправит нет Йохаранг ну прыжочек это Амкенон а у Кенона нет ульты все-все-все-все-все я думал там будет сейчас прыжочек бросок в Кенона а у Кенона нет ульты и в итоге Кенон тоже погибает но все это время Кайса на фрифарме снизу находится она 3-0-1 спокойненько побила еще вышку еще Йохаранг здесь побьет вышку возможно даже убьет да убивает он эту вышку но забирают Геральтку команда Чиф им камбэк золото включили странно что не включили еще камбэк а почему не включили золото камбэк не это я не понимаю им золото камбэк не включили что за бред они отстают 5000 на 14-й минуте и не забрали ни один объект на карте и игра говорит не камбэк не будем а в чем прикол сейчас был почему не включили они же еще и по киллам проигрывали какие-то красивые люди приехали тут ну а по киллам там не настолько страшно проигрыш там 5-3 всего лишь Кенон ульта вместе со стилом пытается Тапуна убить Кенон кайтит Тапун да погибает здесь 387 золото уходит в стилу включись камбэк золота прости команду Чиф это я что-то не въезжаю знаете какие у меня подозрения ребят знаете какие у меня подозрения система не может определить камбэк золота из-за того что у них Серафина не не рано после 14 минуты идет проверка первая проверка идет после 14 минуты дальше каждые 30 секунд и уже 16 минут прошло просто вот эти вот объекты они бы могли неплохо отыграть вот сейчас уже 4000 сейчас включать да нельзя не геральт оно должно было до геральтки включиться уже была 15 минута тогда сейчас геральтка да уже она объектом считается сломали вышку они отстоят теперь 4000 4 3 килла 4000 3 килла и 2 дракона это уже так под вопросом там наверное тютелька в тютельку идут мне просто кажется что у них Серафиму игра неправильно оценивает что-то мне подсказывает что игра считает что Серафима это то ли саппорт то ли что и статистику ее впиндюривают не туда и из-за этого игра считает что у них типа на ботлайне все зашибись уже четвертая игра за два дня когда первый дракон воздушный ну это хорошо значит инфернал будет чаще как я и ставил а сейчас инфернал кстати выполняет сейчас этот мусорка выпала но она не мусорка это один из самых страшных драконов секстековский зябка перематываю большую часть времени этот матч потому что что его смотреть я ожидал больше сражений на самом деле а что-то 5 на 5 мы вообще ни одной битвы не увидели мы увидели две битвы 3 на 3 обе которые проиграли чифы ну и сейчас опять пытается тапуна убить опять у них это получается но вот подходит вся остальная команда чиф выходит сюда Еви но Еви не делает врыв двух игроков странно у него была ульта был флэш хикарим был все еще жив можно было спокойно ворваться и успеть даже возможно кайсу спасти странно что они решили этого не делать а просто слить кайсу яхаран делает врыв я говорю скорее всего это все связано с тем что команда из Японии сейчас не хочет рисковать вот этот врыв Кенона если он сработает вы максимум что сделаете это разменяетесь два в два если он не сработает вы потеряете трех игроков просто так много золота дадите оппонентам они там пойдут заберут после этого вышку на мидлейне зачем так рисковать когда можно вот стабильника пойти убить талию на топе талии точнее на топе за азира и все назову буссердова самого жестокого дрейка который ультимативно полезен для любых чемпионов так я ж потом сказал что нет он вообще-то очень хороший я так просто его называю мусорным или ты не дослушал или ты не понял надо этот мем реально мне на кнопку где-то здесь в бисе зафиксировать чтобы я мог всегда нажать alt 1 там или alt 3 и сразу появляется мем этот из 100 500 где полицейский там помните с телефоном ему там позвонили он говорит или ты не понял или ты забыл вот так и здесь я вроде сказал как раз что я просто так его называю мусорным ладно что-то у нас дракон стартует все наконец-то битва будет 5 на 5 кенон с другой стороны погоди они кенона не видят они уже мертвы они уже мертвы ребят они уже умерли все кенон уже их убился да да артура убьют и артура убьют артуру успел убить азира не имеет значения потому что они сном пойдут на наш урон вы же видели кенона со спины или чё или как или вы забыли зато тапун остался в живых да я не представляю почему Алладорик пошел вообще с другой стороны в чем суть была вот это они как будто реально не видели кенона он на трех вардах и на крипах то есть он сначала крипов фармил а потом три варда вся команда чиф должна его видеть но никто его как будто не видит все доволен тренер японский по глазам я определил что он доволен и что он тренер и что японский о там топовый урон от отрокса был в тимфайте нет чё-то чифы поплыли у чифов вообще не было пока ни одной игры даже близкой то есть они все игры вот так вот проигрывали походу для океании это последний год напоминаю что океания пережила СНГ а ведь это парадокс Riot Games официально в 2021 году объявляют лига океании умерла мы ее спонсировать и продолжать не будем у команд нет спонсоров у команд нет своего турнирного плацдарма все игроки которые сейчас имеются могут доиграть еще один сплит мы им сохраним слот на турнир на MSI на чемпионат мира они уже не поедут все равно а все игроки имеют право теперь отныне играть в американской лиге все мы расширяем американскую лигу они не будут считаться легионерами чтобы игроки которые все же отдали жизнь киберспорту могли где-то поиграть могут доиграть в академии в колледже и так далее там инициация неплохо неплохо и что происходит ребят океане не имея региона проводят один турнир за два дня таким образом получают поездку на MSI в 2021 году и побеждают команду СНГ на этом турнире после чего они объявляют еще раз сами в интернете что ребят из Riot Games мы вообще-то не хухры-мухры посмотрите на Латинскую Америку на последнем месте которые были посмотрите на Бразилию на предпоследнем месте которые были мы хотим играть дайте денег и Riot и тогда ладно ладно дадим денег и Riot восстанавливают регион вы понимаете они сначала его убили сами сказали официально и они его восстанавливают с призовым фондом 50 тысяч долларов и говорят что мы вам даем полтора года каждый призовой фонд будет 50 тысяч долларов то есть они 150 тысяч долларов выделили мы даем вам полтора года то есть вот этот год ну прошлый год второй сплит и они на чемпионат мира ездили и этот год весь следующий год пока под вопросом но на самом деле они выступили не так плохо если так задуматься следующие они на чемпионате мира выступления показали похуже чем на MSI но не так что вообще никак да на этом MSI они показали по-моему тоже не последнее место и вот сейчас вот идет чемпионат мира здесь они пока тянут на последнее место если честно но просто это так забавно что этого региона не должно существовать фактически райты его отменили но он все еще есть на следующий год райты будут объявлять сохранят они его или нет если сохранят то с каким финансированием может быть они финансирование уменьшат и сделать призовой фонд больше не 50 тысяч а 30 тысяч и на весь год тогда 60 будет и при этом я не удивлю что команды устроят играть при таких условиях потому что большинство тут команд они из полупрофессионалов созданы большинство игроков это просто соло-кушники которые объединяются на такой типа LCL Open Cup турнир так ну что у нас драконы стартуют чифы им в спину опять летит Кеннон у них полная катастрофа в этот раз они правда встречают успевают забрать дракона Кеннона там пытаются тоже убить в двух местах они сражаются и пока вроде даже в двух местах побеждают но это все до того момента пока Яхаранг не подошел на своем Азире и не начал дамажить правда у него не очень хороший урон но он делает откидывание через ульту Юхаранг попал в стан после этого гонится за Алладориком не достал до Алладорика Кеннон мертв Виталий там все еще жив ускоряется и убегает я думаю против Detonation фокус мини возможно проиграть а они молодцы нет Detonation их регион никогда не умирал вообще а вот японцы наверное самое большое уважение заслуживают в чемпионатах среди всех точнее команд не команд а регионов потому что в их чемпионате ребят была ситуация которую вы не знаете если не смотрели виви новости от 2018 года определенный там определенный выпуск в котором я это подробно рассказывал со всей статьей где официально это было все расписано где райеты подали в суд на воров ситуация была такова ребят я нажму сейчас паузу наверное где-то ну давайте сражение досмотрим походу они тут доубиваются да уже я просто вам дорасскажу еще раз эту историю ну точнее не дорасскажу а перескажу еще раз эту историю почему японский регион заслуживает уважения хороший тут врывчик ну да к сожалению у чифов вообще нечем им воевать они слишком сильно отстают по золоту там один азир короче он стоит пяти игроков кайса кстати вообще ничего не делала всю игру только сейчас впервые я увидел как она прыгать умеет и конь разгоняется добивает артура и наверное на этом все да уже базу будут доламывать да все идут доламывать базу ну я тут по таймеру увидел так это мы две игры успели прокомментировать да две успели прокомментировать ну так я быстренько просто добью мысль японский регион ребят японский регион он как и все остальные регионы появился в 2014 или 2015 я уже не помню когда там все регионы эти появились и райты как и всем остальным регионам деньги туда начали скидывать в официальный офис Riot Games Japan ну то есть японский регион Riot Games кто должен был быть у власти в Riot Games Japan ну по такому же принципу как и в СНГ в СНГ стали те кто были Starladder комментаторы они стали у власти потому что они ну видимо были ближе к этому моменту а в Японии стали те кто была первая японская команда которая поехала на международный турнир они ребята там тренеры и менеджеры и сама команда приехали отыграли отвратительно какой-то там wildcard турнир но главное что они на международке побывали поговорили с Riot Games Riot Games выделили деньги на этот весь соревновательный цикл на несколько лет вперед проект зафиксирован лет на 5 наверное вперед и началось что же началось спросите вы меня я вам скажу какая система просто была в те года система была такова Riot выделяет призовой фонд Riot выделяют деньги на онлайн трансляции Riot выделяют деньги спонсорские для игроков отдельно чтобы игрокам можно было платить всем командам они выделяли в зависимости от того какое место они имеют и Riot еще поддерживали постоянно ну всякими плюшками и так далее но как же это было делано в Японии Riot все это выделяли но эти деньги попадали только команде номер один потому что команда номер один была владельцем лиги японской а сами они говорили другим японским командам что Riot ничего не выделяют вот так вот оно все работало и так оно работало почти 3 года и чтобы играть в японской лиге другим японским командам им пришлось искать спонсоров японским командам искать спонсоров потому что играть было невозможно спросите у Flash and the Night или еще у кого-то там у Зака которые играли на просцене там в своей 2016 году в 2015 искала ли их команда спонсорские деньги ни хрена они не искали потому что они знали что Riot им платят за это за то что они играют в чемпионате СНГ а вот японцы знали что им никто ничего платить не будет и они вынуждены были искать они не знали что Riot и платят им просто говорили руководство Riot Games японии что денег нет вы как бы сами крутитесь как хотите им пришлось искать спонсоров и они нашли спонсоров у всех японских команд были спонсоры еще тогда когда некоторые европейские команды даже не знали что есть спонсор вообще что это такое они просто не были в курсе а у японцев уже это было потом это все вскрылось и начались просто судебные разбирательства вплоть до того что там на несколько миллионов долларов поимели Riot Games Riot Games Riot Games япония и всех этих игроков конечно же и тренеров выгнали с баном пожизненным и на некоторых до сих пор ищут они куда-то там слиняли ну кто на это в Китае кто в Корею попробуй найди как говорится меня теперь я на миллион тебя наебал попробуй ищи меня теперь ну а сейчас уже владельцы Riot Games японии там уже другие ребята совершенно и какого было удивления ребят какого было удивления для японских команд когда они узнали что оказывается все это время они могли не искать спонсоров оказывается деньги то выделялись все регионы оказывается жили хорошо ну смотрите как сейчас все развито когда деньги идут в правильное русло они начали корейских игроков покупать они начали развивать свой собственный сервер они начали развивать вообще рекламу наконец-то в Японии появилась реклама Лиги Легенд вон Тай Равана спросите он сейчас уснул но там есть реклама вот Найт Блу ходил по Японии недавно он ездил и там и плакаты и стенды и все там Riot Games смотрите Arkane и так далее ничего себе оказывается можно так работать но это было забавно забавно то что когда Riot объявили что все мы заканчиваем спонсировать все лиги все лиги должны выйти на самообеспечение все команды должны выйти на самообеспечение помните да это в 2018 году они сказали все еще тогда сказали что СНГ умрет потому что ни одна команда к этому не готова ни одна ну и сама лига к этому не готова но лига кое-как там через Доширак и через Киткат как-то выжила команды тоже кое-как там смогли найти каких-то спонсоров и выжить то японцы в этот момент были крайне удивлены а что так вы так не делали раньше японцы были готовы сразу выходить в эту систему потому что все команды и так были уже на спонсорах и лига тоже была на своем собственном рекламном стенде ну ладно это я просто похвалить решил японцев показать вам что оказывается можно и без денег строить свой чемпионат ну а теперь у нас ребят идем на перерыв после перерывания смотреть пятую и шестую игру сегодняшнего дня Evil Genius против Beyond Gaming и Dragon X против Сайгонцев это интересно будет потому что Dragon X Сайгон так паузу здесь паузу здесь Dragon X против Сайгона это будет интересно Сайгонцы очень хорошо так отыгрывают первые партии Дошик с Удиром вкусно я ел Киткат с Ашой блин так надо его не есть было надо было его сохранить а ты его сожрал ставим лайк и подписываемся на канал сейчас будем еще парочку матчей комментировать субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok